В Вашингтонском клубе рыбалки и охоты будто попадаешь в машину времени. В конец 19 века посетителей переносят соревнования по ковбойской стрельбе. Причём используют настоящее огнестрельное оружие. «Мы используем ружья, популярные в 1873 году. Или их копии. Это международный вид спорта. Мы выступаем буквально по всему миру». Майк Перин – полицейский в отставке. Благодаря ковбойским соревнованиям последние 30 лет путешествуют по миру с женой. С сожалением отмечают, что любителей американской истории с годами становится всё меньше. «Поколение, выросшее на этом, уходит. Новое поколение, молодёжь, не интересуется вестернами. Мы теряем нашу базу людей». Единственный юный участник – 10-летний Брэкстон. Соревноваться ему не с кем, поэтому призовые места в детской категории всегда за ним. Но внимание отца и настоящее ружьё в руках увлекает. «Это было в разгар ковид. Папа не хотел, чтобы я весь день сидел на диване и играл в видеоигры. Он пошёл искать, чем бы заняться. И увидел, как стреляют ковбои. Мы оба решили, что это круто». Настоящие ковбои ценят анонимность. Часто соперника знают лишь по псевдониму. Страсть к исторической реконструкции – единственное, что объединяет этих людей. «Мы не знаем их настоящих имён, не знаем, чем они зарабатывают на жизнь, есть ли у них дети, потому что сюда приходят ради нашего общего интереса и нашей истории». Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.